Приветствую вас. Решение, которое вы ищете, у нас мы вам не подскажем. Хотя бы потому, что давать вам какой-то готовый вариант поведения, какую-то идеальную, на наш взгляд, модель поведения, было бы нарушением профессиональной этики. Но не можем мы за вас принять решение, и не можем мы за вас нести ответственность. Это ваша жизнь, и вам решать, как поступать. Мы можем подсказать вам только некоторые моменты, которые могут быть вам неясны в силу того, что вы находитесь в определенной ситуации, и не осознаете всех тонкостей, всех нюансов. Значит, первое, что мне бросилось в глаза, это то, что у вас обидно отца. Понимаете, в чем дело? Совершенно непонятно, почему вы хотите рассказать маме, кстати говоря, что именно вы хотите рассказать маме, про обидно отца, чтобы сказать маме. Хорошо. Но что это даст? Вот вы бы сказали маме про обидно отца. Она вас выслушает, но вряд ли она будет что-то ему говорить, а если даже и скажет, то, скорее всего, это перерастет в новую ссору. Непонятно, зачем это вам, и непонятно, как вы хотите улучшить, и что вы хотите этим добиться. Понимаете, ваш отец, он явно здесь, ну, выступает таким очень тираном. Ваш отец выступает здесь, знаете, таким прям деспотом, вот. Но я думаю, что вы не совсем, не очень, по крайней мере, хорошо его понимаете. То есть, я, конечно, отдаю себя отчетом в том, что вы действительно чувствовали себя очень плохо, когда он вот так вот говорил, да, и вел себя. Но, для начала, эти ваши обиды, они продиктованы чем? Вот эти ваши обиды, они продиктованы непониманием того, почему ваш папа так себя ведет. Именно из-за того, что вы не понимаете причину поведения вашего отца, вы обижаетесь. Это, вообще говоря, извеченная проблема всех обид. Обида всегда проистекает из-за непонимания ситуации. Давайте подумаем, а что вы можете не понимать? Не понимать вы можете мотивов поведения человека. То есть, причина такой вот его реакции, в том, что он потерял работу, не может обеспечивать свою семью, то есть, вас и вашу маму. Из-за этого чувствует себя менее полноценным. Это, соответственно, бьет по его гордости, по самооценке, по самолюбию. Что для мужчины является очень-очень ощутимым. И он находится в постоянном нервном напряжении, из-за того, что он болеет, там, и так далее, и так далее. Вы сказали, что он алкоголик. Здесь определенно есть некоторые тонкости, то есть, имеют место в зависимости, в удовольствии есть свои причины, свои обстоятельства, то есть, почему человек выбрал путь для употребления алкогольными напитками. Это все нужно разбирать. Не уверен, не уверен, что вы этого хотите. А если и хотите, то на это требуется достаточно большое время. То есть, нужно, чтобы вы там вот все выписали, все высказали, все рассказали как можно более подробно. Тогда можно будет говорить о том, почему ваш отец пришел к тому, что мы имеем сейчас. Поможет это вам лучше его понять, и тогда обиды пройдут. Потому что вы увидите, что он как бы агрессировал не на вас. И ругал он не родителей, не родителей, не родных вашим мам, а он говорил с собой. В нем говорили как раз-таки обиды на себя и безысходность от того, что он не может сам зарабатывать, не может обеспечивать семью. А ведь раньше он и хорошо это делал. То есть, раньше у него был хороший доход, а потом он его лишился. Но это очень тяжело. Вот в этом направлении пытайтесь подумать, как взрослый человек. Если вам уже 20 лет, 20 лет он уже более, чем другого человека, вы можете воспринимать своего отца не как именно отца, который вам постоянно что-то должен, а именно как человек. Постарайтесь его так воспринимать. Уверен, это даст свои платы, это даст свои результаты. Дальше. Думаю, логично предположить теперь, исходя из всего того, что я вам сказал, что маме говорить бесполезно. То есть, ну, она вас пожалеет, она поймет вас, конечно, будет еще больше длиться на вашего отца и высказывает вопрос, зачем вам жалость, зачем вам еще более напряженный климат в семье, когда вы можете отцу сказать, точно, вот у вас есть. То есть, просто вызвать его на разговор, может быть, где-то с ним отдельно поговорить, да, то есть, не дома, а в каком-то месте и прямо высказать ему все, что вы хотите. То есть, во-первых, во-первых, значит, папа хочет оплатить то, что не хватает. Ну, он хочет. Возникает вопрос у вас, откуда такое желание, если, как я понял, ваш отец не работает сейчас. Для чего, зачем он хочет оплатить ваш вот учитель? Этот вопрос вам нужно задать ему еще раз, как взрослый человек, взрослому человеку. Спросите у него это и потом начните говорить ему об этом, что вы вот обижаетесь на него по тем пунктам, которые вы здесь написали. Дайте ему понять о своем отношении к нему, к тому, что он делает. Понимаете, если человек действительно хочет вам помочь, скорее всего, вы его пристыдите. Вы его пристыдите, ему будет неудобно, неловко и, возможно, это как-то повлияет на его поведение, возможно, он подняет себя вести, возможно, он и не о работе задумается. а вот если он воспримет агрессивно то, что вы ему скажете и начнет говорить «да, если ты так говоришь, что я платить за тебя не буду и вообще не буду тебе помогать и что ты неблагодарный» и прочее. В этой ситуации вам, конечно, совершенно очевидно будет, что ваш папа просто хотел использовать вот этот вот факт оплаты как поднятие своего доценства в своих собственных глазах и приобретение аргументов в споре. В этом случае, конечно же, соглашаться моим оплату не нужно. То есть, понимаете, вам нужно прояснить все с отцом самой, не с мамой, а самой и, исходя из реакции отца, исходя из его отношения к вам, принимать решения по поводу судьбы оплаты обучения. Вот, в принципе, и все. Тогда лучше вам решать, опять-таки, просить маму или не просить. Но если вы будете просить маму, то, опять-таки, не стоит рассказывать ей об обиде наста, потому что ничему хорошему это не приведет. Просто попросить маму вот сказать, что мам, помоги мне оплатить обучение, я, ну, тебе отдам или что-то в этом роде, то есть тут нужно договориться. И все. Не нужно ничего больше говорить. Вам это ничего не даст на самом деле. Вот так можно ответить на ваши вопросы. То есть пока непонятно отношение отца, пока непонятно, чем продиктовано его желание вам помочь. И пока вы сами эти обиды на него храните и не осознаете их как бы причины, не осознаете основания для поведения человека, вы так и будете метаться между двух огней. На самом деле разрешить вашу ситуацию может только понимание вашего отца, лучшее понимание вашего папы, восприятие его в стадисии взрослого человека, а не в стадисии дочери, не в стадисии ребенка. И что самое главное это разговор с ним, жесткий разговор, серьезный разговор, чтобы дать ему понять, что вы думаете, что вы чувствуете и как относитесь к нему. И соответственно анализ его реакции. Вот то, что вам можно порекомендовать по вашему вопросу. Надеюсь, вы понимаете, что решить за вас что делать мы не можем. Это было бы неэтично. Это было бы неправильно. На этом все, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Называю вам всего доброго и удачи. 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 Удачи.